Представьте себе, что вы оказались на грани между жизнью и смертью, и вдруг перед вами открывается мир полный тайн и загадок. Друзья, в этом видео мы расскажем вам невероятную историю женщины, которая утверждает, что провела 4 часа в загробном мире. Ее откровения настолько глубоки и потрясающи, что после увиденного она перестала бояться чего-либо в этой жизни. Подготовьтесь услышать рассказ, который изменит ваше представление о жизни и смерти. Истории о переживаниях людей, которые оказались на грани жизни и смерти, всегда вызывают большой интерес и множество вопросов. Что же находится по ту сторону жизни? Как выглядит загробный мир? Могут ли эти переживания изменить нашу жизнь и отношение к смерти? И давайте мы поделимся с вами рассказом о женщине, которая утверждает, что провела 4 часа в загробном мире и после этого ее жизнь навсегда изменилась. Эта история началась в обычный день, когда 55-летняя женщина по имени Марина, имя изменено по просьбе героини, неожиданно оказалась на грани жизни и смерти. Во время прогулки с друзьями она почувствовала резкую боль в груди и потеряла сознание. Вскоре после этого ее сердце остановилось. Врачи боролись за ее жизнь в течение нескольких часов, но за это время Марина пережила нечто, что навсегда изменило ее представление о жизни и смерти. В тот момент, когда ее физическое тело находилось на грани между жизнью и смертью, Марина ощутила, что ее сознание отделилось от тела и отправилось в путешествие в загробный мир. Марина вспоминает, что первые секунды после остановки сердца она ощутила, как ее сознание медленно покидает физическое тело. Она описывает этот момент, как нечто совершенно необычное и одновременно естественное, как будто это было заранее предусмотрено и неизбежно. В то время, когда ее тело лежало неподвижным на больничной койке, ее душа начала подниматься вверх, словно освобождаясь от всех ограничений физического мира. В тот момент Марина ощутила, как исчезает боль и тревога, которые сопровождали ее последние мгновения в теле. Ее общее состояние стало легким, почти невесомым, и с каждым мгновением она чувствовала еще большее освобождение. Ощущение отделения души от тела сопровождалось полной утратой физического веса и привязанности к материальному миру. Она была вне времени и пространства, ощущая абсолютную свободу. Когда ее душа полностью отделилась от тела, Марина увидела себя со стороны. Она парила над своим физическим телом, словно наблюдатель, и могла ясно видеть все, что происходило вокруг. Она видела медицинский персонал, который отчаянно пытался вернуть ее к жизни, выполняя реанимационные процедуры. Она могла наблюдать за каждым их движением, слышать их голоса и понимать, насколько все это важно для ее возвращения. Этот опыт наблюдения за своим телом со стороны был для Марины не только удивительным, но и откровенным. Она поняла, насколько хрупка жизнь и как быстро она может закончиться. Однако, несмотря на то, что ее тело находилось в критическом состоянии, она почувствовала абсолютное спокойствие. Она была осознанием, чистым сознанием, существующим вне рамок физического мира. После того, как Марина попрощалась со своим физическим телом, ее окружило яркое, теплое и успокаивающее свечение. Этот свет, по ее словам, был не просто светом, это была сущность, наполненная любовью, добротой и абсолютным принятием. Свет словно обнимал ее, создавая ощущение полной защищенности и комфорта. Марина описывает это свечение как нечто живое и разумное, которое пригласило ее следовать за ним. Она почувствовала непреодолимое желание двигаться в этом направлении, понимая, что ее ждет что-то важное и значимое. Это было словно приглашение в новый неведомый мир, полный гармонии и мира. Марина вспоминает, как ее душа начала плавно перемещаться в другое измерение, которое невозможно описать привычными словами. Там не существовало времени, как мы его понимаем, и пространство имело совершенно иную природу. Она больше не ощущала себя частью физического мира. Ее сознание перешло в состояние, где время и пространство слились в единое целое. Это измерение было пропитано чувством безграничной любви и гармонии. Вся окружающая ее среда излучала покой, умиротворение и уверенность. Там не было ни страха, ни тревоги, никаких либо негативных эмоций. В этом месте все было на своем месте, все существовало в идеальной гармонии и порядке. Марина ощутила невероятное чувство единства с этим миром, как будто она была частью чего-то гораздо большего и значимого. Одним из самых значимых и трогательных моментов путешествия Марины в загробный мир стала встреча с душами ее умерших близких. Этот опыт не только глубоко повлиял на ее восприятие смерти, но и принес ей невероятное утешение и радость. Встреча с теми, кого она потеряла много лет назад, раскрыла перед ней новые грани вечной жизни и показала, что смерть – это не конец, а начало нового, более глубокого и духовного существования. Марина вспоминает, как в определенный момент ее путешествия она ощутила, что находится в окружении знакомых душ. Первые, кого она узнала, были ее родители, которые ушли из жизни много лет назад. Они стояли перед ней, излучая свет и любовь, которые были ощутимы на уровне не только эмоций, но и энергии. Она описывает их как невероятно спокойных и счастливых, как будто они нашли свое место в вечности. Марина почувствовала невероятную радость и умиротворение, увидев своих родителей. Они не изменились, но выглядели так, как будто время не имело над ними власти. В их присутствии Марина ощутила такую силу и уверенность, что все ее земные страхи и тревоги мгновенно исчезли. Она знала, что эти души ее родители были здесь, чтобы встретить ее и провести через этот новый мир. Кроме родителей, Марина увидела и других родственников, которых знала в земной жизни. Это были бабушки, дедушки, дяди и тети, друзья, ушедшие раньше нее. Все они излучали любовь и мир, и их присутствие было настолько естественным и радостным, что Марина чувствовала, будто никогда их не теряла. Это было больше, чем просто встреча, это было воссоединение, которое она всегда подсознательно ожидала. Марина подчеркивает, что в этом загромном мире не было необходимости в словах. Она могла общаться с душами своих близких на уровне мыслей и чувств. Это было совершенно новое и удивительное для нее ощущение, способность передавать и получать информацию напрямую, без использования вербального языка. Она могла чувствовать каждую эмоцию, каждую мысль своих близких, и это взаимопонимание было полным и глубоким. Она вспоминает, как это общение приносило ей невероятное утешение и покой. Души ее родителей и других родственников передавали ей чувство безопасности, поддержки и любви, которое не могло быть выражено словами. Марина ощущала, что ее понимают без необходимости объяснять что-либо, и это приносило ей невероятное удовлетворение и чувство единства с ними. Встреча с душами умерших дала Марине глубокое понимание того, что смерть – это не конец, а лишь переход в другое состояние бытия. Она поняла, что все страхи и тревоги, связанные с потерей близкой, уходят, когда осознает, что они продолжают существовать в другом измерении, где их ждет мир и покой. Это осознание изменило ее взгляд на жизнь и смерть, дав ей чувство уверенности и спокойствия. Марина поняла, что после смерти наши души не исчезают, а продолжают свой путь в другом мире, где нас ждут наши любимые люди. Этот мир, по ее словам, наполнен любовью и гармонией, где все находится на своем месте, где нет боли, страха или одиночества. В этом месте она ощутила глубокую связь с теми, кого потеряла, и поняла, что эта связь никогда не разорвется, независимо от того, на каком уровне бытия она находится. Марина рассказывает, что ее путешествие в загробный мир не только принесло ее утешение и мир, но и открыла множество тайн бытия, которые помогли ей глубже понять смысл жизни и ее внутренние законы. Этот опыт стал для нее источником глубокого осознания, что все в мире взаимосвязано и имеет свое значение, а каждый наш шаг и мысль оставляют след в духовном мире. Первое, что поразило Марину в загробном мире, это осознание того, насколько все в нем было взаимосвязано и гармонично. Она поняла, что мир, который она посетила, существует по законам, направленным на поддержание идеального равновесия. Каждый элемент этого мира был частью единого целого, где ничто не происходит случайно и все имеет свое предназначение. Марина ощутила, что каждый момент нашей жизни, каждая мысль и действия, каким бы незначительным оно ни казалось, имеет свою роль в поддержании этой гармонии. В загробном мире она увидела, как все, что мы делаем на Земле, влияет не только на нашу жизнь, но и на общую картину мироздания. Она поняла, что наши поступки, мысли и эмоции создают энергетические волны, которые пронизывают все сущее и возвращаются к нам в разных формах, отражая наш внутренний мир и наши намерения. Марина осознала, что земная жизнь – это не просто цепь событий, а целый процесс обучения и духовного роста. Ее откровение заключалось в том, что каждое событие в жизни, будь то радостное или болезненное, является уроком, который помогает нам расти и развиваться как духовным существам. Она увидела, как каждый опыт, даже самые трудные моменты, были необходимым шагом на пути к духовному совершенству. В этом свете Марина осознала, что многие ее земные страхи и переживания, которые казались ей значительными и пугающими, на самом деле были незначительными в контексте Вечности. Она увидела, как ее жизнь на Земле вписывается в более широкий план, где каждый опыт имеет свое значение и способствует ее духовному развитию. Марина также осознала, что все, что происходит с нами – это не случайность, а часть большого плана, направленного на наше духовное развитие. Она поняла, что трудности и испытания, с которыми мы сталкиваемся, даны нам не для того, чтобы сломить нас, а для того, чтобы сделать нас сильнее и мудрее. Эти осознания привели ее к новому пониманию жизни, где нет места случайностям, а все имеет свое предназначение. Одним из самых значимых откровений для Марины стало осознание того, что все ее ошибки и упущения были прощены и забыты в этом мире, полном безусловной любви. В земной жизни мы часто склонны переживать из-за своих ошибок, чувствовать вину и сожаление, но в загробном мире Марина ощутила, что там нет места этим негативным эмоциям. Она почувствовала, что в этом мире царит абсолютная любовь, которая принимает нас такими, какие мы есть, со всеми нашими недостатками и нашими ошибками. Марина поняла, что важнее всего это наше намерение и стремление к духовному росту. Она ощутила, что каждый из нас делает ошибки на своем пути, но эти ошибки не повод для осуждения или самообвинений. В этом мире она увидела, что все наши ошибки – это часть нашего обучения, и что они прощаются и забываются, если мы готовы учиться на них и двигаться дальше. Этот опыт подарил Марине чувство облегчения и свободы от груза земных ошибок. Она осознала, что в этом мире главное – это любовь и стремление к добру, и что наш путь к совершенству заключается не в безупречности, а в готовности учиться и расти духовно. После четырех часов, проведенных в загробном мире, Марина неожиданно ощутила, что ее сознание начинает возвращаться в тело. Этот процесс сопровождался чувством тоски, так как она не хотела покидать мир полной любви и покоя. Но она понимала, что ее время еще не пришло, и она должна вернуться в земную жизнь, чтобы завершить свои задачи и миссии. Когда Марина пришла в себя, она была поражена тем, как сильно изменилось ее восприятие жизни. Ее страх перед смертью полностью исчез, и она больше не боялась ничего. Она поняла, что смерть – это лишь переход в другой мир, где ее ждет покой и любовь. Ее отношения к жизни стали более спокойным и уверенным. Она начала ценить каждый момент, понимая, что все трудности и испытания – это часть ее духовного пути. После возвращения к жизни Марина начала делиться своим опытом с близкими и друзьями. Ее рассказы в загробном мире вдохновили многих людей, помогли им преодолеть страхи и обрести новую веру. Марина стала проводить время, помогая другим людям осознать, что смерть – это не конец, а лишь новое начало. Она также начала изучать духовные учения, медитации, чтобы поддерживать связь с тем миром, который она посетила. Ее жизнь наполнилась смыслом и целью, и она почувствовала себя гораздо более счастливой и радостной. Марина подчеркивает, что ее опыт не был сном или галлюцинацией. Она ощущала все так ярко и реально, что у нее не осталось сомнений в том, что загромный мир действительно существует. Она уверена, что каждый из нас, когда придет время, столкнется с этой реальностью и поймет, что нет причин бояться смерти. А что вы думаете по этому поводу? Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, поддержите нас. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех благ, друзья. Услышимся в следующем видео. Продолжение следует...